В деревне Туракова около 300 жителей, но небольшое количество проживающих не повод оставлять население без очага культуры. Сельский дом культуры – это прежде всего место, где можно встретиться, пообщаться, интересно провести свободное время. Здесь более 60 ребятишек постоянно живет и занимается. Здесь нет ни школы, ни детского садика. Это единственное место, куда могут прийти дети, поиграть, позаниматься в каких-то секциях, кружках и так далее. И вот в этом году вновь было принято решение провести косметический ремонт в этом здании. Косметический ремонт дома культуры начался не со здания, а с ремонта местной теплотрассы. Затем обновили фасад здания, отремонтировали хореографический класс. Появились и дополнительные кружки, так что можно с уверенностью сказать, что юное поколение тураковцев не окажется предоставленным улице. Как-то спокойно и лучше стало работать. Почему? Потому что в Гагарина все специалисты, которые помогают нам работать, нашим руководителям кружков, и особенно мне, потому что методическая литература, методисты мне помогают. В дальнейшем для дома культуры будут закуплены настольные игры. Помимо ремонта планируется сделать современную детскую площадку. Сегодня заканчивается ремонт и в других филиалах Дворца культуры имени Гагарина – в Роднике и Наследии. Мы сегодня уже закончили ремонт, заканчиваем ремонт в Наследии полностью на двух этажах косметический. Заканчиваем сейчас ремонт, я думаю, в конце этой недели закончим полностью ремонт входной группы в Роднике. Там совершенно новая входная группа будет. Конечно, работает там непочатый край. Я не знаю, почему годами это не сделалось. Конечно, надо было заниматься. Ну, потихоньку, по мере тех сил, которые у нас есть, и финансовых возможностей, мы стараемся не забыть ни один филиал. И стараемся, ну, вообще я считаю, что если каждый день по гвоздю убивать, то будет совершенно все по-другому. Ирина Самойлова, Сергей Власов, День города. Спасибо. Спасибо.